Дворец спорта Мы желаем победы всем конкурсанткам Пожелать девушкам удачи приехал и действующий рыцарь года 2019 Николай Пак Я ожидаю, что это будет очень круто и хотелось бы на это посмотреть уже на сцене, как это все будет выглядеть Конкурс «Ведновчанка» проводится в муниципалитете уже 23 года За это время в нем приняли участие более 4000 старшеклассниц И каждый раз это большое и яркое событие Конкурс «Ведновчанка» это тоже традиция Ленинского района С 96-го года мы все с вами вместе, болеем, болеем за лучших А лучшие это вы, вы с этим согласны? 2019 год был объявлен в России годом театра Поэтому первый этап конкурса или домашнее задание, как его привыкли именовать участники Был посвящен именно ему Десятиклассница из седьмой школы Олеся Мирошниченко рассказала со сцены историю театра Ленком Меня поразила именно его история, потому что начинали такие же молодые ребята, как и мы Совсем не профессиональные Они работали на заводах, а вечером играли в театре После домашнего задания девушек ждал второй этап – музыкально-интеллектуальный конкурс Сперва финалистки исполнили по куплету подмосковных вечеров, а затем ответили на пять вопросов об истории Московской области Назовите три города Московской области, которые в 2012 году были переданы Москве Троицк, Московский, Щербинбург И, наконец, заключительный этап конкурса – танцевальный Участницы финала со своими командами должны были интересно, зажигательно и, главное, синхронно станцевать под разные музыкальные треки Строгому, но справедливому жюри предстоял непростой выбор В итоге заветная корона досталась ученице Видновского художественно-технического лицея Людмиле Николаенко Это незабываемое ощущение, и я очень счастлива, что я вообще поучаствовала в таком конкурсе Потому что, на самом деле, очень долго сомневалась, так как я в 11 классе, и совмещать подготовку к экзаменам и к узнавчанке – это было очень сложно Но я ни разу не пожалела Этот конкурс – это всегда настоящий красивый праздник, который дарит радость общения, стимул к личностному совершенствованию, к личностному росту Поэтому этот конкурс традиционный, и год от года его организаторы, я хочу их от Сидыши поблагодарить, они поднимают его на все более высокую ступень Впрочем, в этот день без награды не ушел никто Каждая из финалисток получила памятный приз за победу в одной из четырех специальных номинаций А Олеся Мирошниченко из седьмой школы стала также обладательницей титула «Мисс СМИ» И подарочного сертификата на фотосессию от телеканала «Видное ТВ» Дмитрий Книга, Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ»